В главной студии телеканала Кубань-24 все готово. Последние штрихи. Режиссеры и операторы еще раз обсуждают, как будет выглядеть в эфире. Для Веньмина Кондратьева это уже вторая встреча в подобном формате. Ну а для журналистов это возможность не только подвести итоги года, но и узнать о планах по развитию региона в будущем. Основу для экономического рывка в следующем году на Кубани заложили уже в текущем. Воловой региональный продукт показал рост почти в 103%, опередив средний коэффициент по России. Динамика и в промышленном производстве выше даже, чем в сельском хозяйстве. Краснодарский край не собирается оставаться лишь аграрным и туристическим центром России, поделился с журналистами Вениамин Кондратьев. В приоритете наращивание промышленных мощностей. И здесь необходимо выстроить правильную инвестиционную политику. Для бизнеса принципиально важно, чтобы власть создала понятные, прозрачные условия нахождения в регионе. И не важно, это будет наш бизнес, региональный, или это будет бизнес, который из других регионов, понятные, прозрачные условия. Вот, как я сказал, правила. Правила, по которым они должны жить, работать. И не должно быть даже доли сомнения, что кто-то эти правила поменяет. Сегодня преференции бизнесу, конечно, должны быть. Конечно, они должны быть в рамках правового поля. Но преференции, а если еще бизнес выполняет социальную нагрузку, несет социальную ответственность. Вот, друзья, вот здесь тем более нужно продумать. И в том числе я здесь уверен, что законодательное собрание края поддержит администрацию края, где мы преференции, конечно, для социально ориентированного бизнеса, конечно, создадим. Социальная защита жителей региона – одна из главных обязанностей власти, уверен губернатор. В следующем году основные расходы из бюджета пойдут на развитие системы здравоохранения и образования. До сих пор ощущается нехватка школ и детских садов, несмотря на ударные темпы в их строительстве. Восемь школ мы построили в этом году. Малые, большие, неважно какие. Но не было такого другого года у Кубани, у нашего края, что было построено восемь школ. За год отремонтировано 64 клуба ДК. Это там, где живут люди, это для них принципиально важно. Около 20, чуть больше офисов врачей общей практики построено. В следующем году будет и не меньше. Здесь очень важно, чтобы я не перечислял и не говорил о результатах, об успехах. Люди должны вокруг себя их в первую очередь ощущать. То, что каждый день окружает всех без исключения – дороги. Это один из самых острых вопросов для Краснодара. Под тотальный ремонт проезжих частей и пешеходных зон попали практически все районы города. Реконструировано больше 74 километров дорог. Одновременно с этим назрела другая проблема, решить которую можно только кардинальным способом. Вот такой объем и масштаб ремонта дорог в Краснодаре действительно беспрецедентный случай. У меня забудет и другая сторона вопроса. А как избавиться от пробок? Улицы мы не расширим, но есть-есть выход. И вот сегодня этот выход мы начинаем реализовывать. И уже планируется алгоритм, потому что мы обращались к институтам, которые занимаются транспортной логистикой. Невозможно сделать транспортную логистику, если форма города неверная. Город должен быть круглым, как Москва, радиальным. Мы сегодня начинаем проектировать новый город в сторону Ростова. По решению правительства тысячу гектаров уже передали Краснодар. Вот как раз мы будем закругляться. Сейчас еще около 620 гектаров рассматриваются вопросы передачи нам. Это полторы тысячи гектаров земли. Это будет новый Краснодар, который туда будет двигаться. И где мы пытаемся уже радиусом наводить эту транспортную логистику. Потому что сегодня даже из-за геометрии города нам это сделать очень сложно. Во время интервью затронули и тему, которая вызвала резонанс в уходящем 2017 году. Не только на Кубани, но и в России. В этом году много шума наделал тракторный марш. Так вот, как вы оцениваете эту ситуацию? И удалось ли разрешить проблему фермерам? Надо понимать, что сегодня мы делаем все, чтобы фермеры и сегодня, и завтра, и послезавтра тоже были устойчивы. Я убежден, что фермерство – это есть подушка безопасности, которая должна быть. Потому что фермер более мобилен. Он быстрее реагирует на спрос. Он быстрее ориентируется в рынке. Мы решили их обнять в кооперативы на стадии переработки. То есть на стадии сырья. Они производят продукцию каждый. Но перерабатывать, чтобы не искали в то же время избытку, они перерабатывают ее, уже объединившись в кооператив. Мы понимаем, что у них нет денег, и никто им не даст кредиты по дешевый процент. Мы 90% компенсируем из крывого бюджета, если, допустим, все-таки они создают фермерский перерабатывающий кооператив, покупают линию по переработке, любую. И сами начинают перерабатывать собственную продукцию. Интервью с губернатором продолжалось больше двух часов. И даже после его окончания Вениамин Кондратьев уже в холле телеканала «Кубань-24» продолжил общаться с журналистами. Задать свой вопрос главе региона пришли все, кто был в это время на работе. Александр Иванченко, «Кубань-24», Краснодар.